Нам следует сегодня обсудить дальнейшую стратегию противодействия современным угрозам в сфере национальной безопасности. К этой теме мы обращаемся не впервые, потому что она продолжает быть актуальной. И не просто продолжает быть, но давление на нас в этой связи усиливается, поэтому и противодействие должно с нашей стороны быть соответствующее. Вы знаете, что вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это абсолютно не новая история. Почти треть века мы строим свое государство и постоянно подвергаемся идеологическим, информационным, военным и психологическим угрозам. Мы находимся фактически под этим прессом со стороны коллективного Запада, Вашингтона и его союзника. Намерения известны дестабилизировать общество, сменить конституционный строй, привести к власти нужных людей, послушных Западу. Но уровень технологий, брошенных на реализацию этих целей, очень высок. Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить. На Западе политику, в принципе, давно превратили в постановочное кино, шоу. Людей приучили к такому формату подачи информации, поэтому правда порой неинтересна. Интересней фейк, шоу, потому что красиво поставлен. Ну и, как я говорю, реальность порой скучна, не такая яркая, как вранье и фейки. Это была главная проблема. В итоге мы видим, даже сфабрикованные, примитивно сфабрикованные сюжеты принимаются людьми на веру. А любая война, прежде всего, не горячая, гибридная война – это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. Вопрос «как?». Об этом мы сегодня и будем разговаривать. Самое главное – мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, это контрпропаганда. Да, не надо бояться этого слова «пропаганда». Мы пропагандируем лучшее. Мы агитируем за лучшее. Раньше отделы в ЦК партии и до райкомов были пропаганды и агитации. Пропагандировали свой образ жизни, вели борьбу, агитировали за все лучшее. Как мы это понимаем? Сегодня так и происходит. И, прежде всего, на Западе. Только с нас посмеиваются. Да, пропагандисты, агитаторы. Почему посмеиваются? Чтобы нас сбить с толку. Поэтому нет ничего опасного, если мы будем пропагандировать свой образ жизни, свое, и агитировать за это. Но надо научиться вести и контрпропаганду против той пропаганды, которая развернута против нас. Надо выработать механизмы противодействия, контрмеры. И самое опасное, что все их действия, воздействия на Беларусь осуществляются с использованием психологических операций, психологических методик воздействия на сознание людей. Это во-первых. Во-вторых, глядя на Украину, мы понимаем, что там разворачивается сценарий, нереализованный на нашей земле. Когда задаем вопрос, а что было бы с нами, пожалуйста, смотрите на Украину. И мы понимаем уровень угроз, активность которой всего лишь сместилась на территорию соседней страны. Задачи перед нами стоят непростые, но решаемые.